Мы вносим законодательную инициативу, которая позволит нам в городе Ачинске провести прямые выборы нашего главы. Что дает нам этот закон? Он позволит повысить причастность жителей к социально-экономической и политической жизни. А у выбранного главы появится ответственность перед всеми жителями родного города. Уважаемые депутаты, прошу поддержать нашу инициативу и провести в городе Ачинске исторически сложившийся порядок избрания главы города. Ачинска на муниципальных выборов на основе равного, прямого избирательного права и тайного голосования. Против 6 решения не принято. Проект не должен оставаться в комиссии, он должен выйти для принятия решения в депутатский корпус коллегиального решения. Поэтому вы сейчас предложите второй вариант голосования за вынесение на сессию и рекомендовать к отклонению. За 8 решения принято. А сейчас вы проголосовали за то, чтобы вынести проект на сессию, да, но с рекомендацией к отклонению. А депутатский, непротиворечивая, если вы внимательно слушали, я вначале объяснила. Комиссия, решение комиссии носит рекомендательный характер. Первое. Я не зря сказала о том, что ваш проект соответствует действующему законодательству. Поэтому первый вариант для голосования предложен, скажем так, положительный. За вынесение и принятие. Вы проголосовали за это против. Поэтому должен быть конечный результат комиссии. То есть второй вариант опять за вынесение и рекомендовать к отклонению. На доработку мы проект отправить, вернее, вы не можете, потому что он подготовлен, все в соответствии с законом. Если вдруг случится так, что сессия примет, то это будет решение для выборов главы 2025 года. А дальше проект решения поступит в законодательное собрание. Если законодательное собрание примет вашу законодательную инициативу, значит будут внесены изменения в закон и будут прямые выборы главы 2025 года. Ну да, да, да.